всем привет меня зовут катя и вы на моем канале о вязании что сегодня вас ждет видео во первых готовые работы их не так много тут в корзиночке стоят но все равно покажу во вторых анонс готового опять же мастер-классом в третьих небольшие какие-то кусочки ну прям совсем наших прогулок нашей погоды дальше покупки пряжи покажу не все потому что часть пряжи уже использована используется в общем частично покажу и маленький кусочек покупки покупок с алиэкспресс ну это наверное вот основное что буду по ходу вспоминать соответственно буду добавлять и потом какие-то либо маленькие кусочки видео либо фото буду вставлять итак начнем с того что на чем остановилась прошлый раз это я показывала комфортом дракончик да и погремушку дракончик и сказала что этот заказ скоро отправится а к этому заказу еще было дополнение это слингобусы растяжка и сейчас я вам их покажу вставлю кусочек видео потому что снимала отдельно и так засниму слингобусы ну это уже даже не слингобусы а скорее наверное растяжка в кроватку в коляску потому что ну для слингобус это уже довольно объемный вариант что здесь вот эти дольки арбуза и апельсина они шуршат в цветочки здесь деревянная бусинка внутри клубнички все три мягкие божья коровка пищит дальше здесь одна гремящая вишенка одна вишенка деревянная бусинка цветочек из семи слоев по цветам радуги можно изучать но это естественно уже если эти будут останутся потом то уже потом можно учить цвета радуги здесь крылышки у стрекозы это стрекоза вот она тоже основа это деревянные бусинки обвязанные буковые бусинки здесь все деревянные бусины колечко наполовину обвязана вот так разноцветные ниточкой наполовину оставила деревянные и вот такой вариант сделала завязочки подлиннее то есть можно здесь завязать и куда-то повесить можно развязать эти узелочки и привязать там на кроватку или на коляску например то есть вот такой вот вариант развивающих бусиках получился и сейчас в заказе у меня вторые аналогичные слингобусы в другом же заказе возможно если у меня будет получаться то я буду мне бы хотелось скажем так снять такое небольшое полезное не полезное видео вконтакте девочки просили по поводу того как вот эти вот все маленькие детальки вяжутся хотя я думаю что там в общем то ничего сложного поэтому пока не знаю в каком формате будет видео возможно просто в формате какого-то описания подумаю но в общем пока еще заказ не начинала как начну тогда буду смотреть что там будет получаться и возможно в это же видео включу тогда непосредственно про материалы для слингобус для таких подобных растяжек слингобус заодно вот это то о чем я говорил в предыдущем видео бусины какие кольца какие нитки какие крючок какой ну вот в общем какие такие моменты советы вот и возможно это все будет как-то вот в одном видео так теперь готовым работам готовые работы первые и это естественно дракоши вот такой вернее так первым связался вот такой дракончик мальчик вот такой он милашечный прям такой малышочек малышочек сзади у него так гребень грива как это правильно называется помогайте у драконов наверное гребень да в этот раз предыдущего дракончика я показывала кто не видел можете посмотреть в каких-то предыдущих видео и там этот вот гребень он был вывязан треугольничками здесь треугольничек 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 и отдельно они пришивались и на хвосте на хвосте и вот так по спине было уже вывязано но отдельно вот в этот раз мне хотелось упростить максимальную игрушку потому что вообще в принципе эти игрушки это все из одной серии вот этих плюшевых малышей да мне хотелось их сделать максимально максимально простыми максимально быстрыми и в плане вязания и в плане расхода пряжи кстати на вот дракончиков ушел моточек пряжи даже ну прям совсем чуть-чуть осталось в общем моток пряжи эти дракончики связаны из пряжи dolce baby этот и другой да вот моточка 50 грамм там на 50 грамм по моему 85 метров и вот эта обвязка здесь это тоже dolce baby и крылышко крылышки тоже dolce baby белого цвета глазки на безопасном крепление такие они у голубого дракончика голубые здесь вот такая нижняя губа мне захотелось у одного ну в качестве вариантов в мастер-классе есть описание и вот по вязанию дракончика вот с такой губой также есть видео как вышиваются вот эти ноздри вот и того получается что из пришивных деталей у дракончиков это ушки губа если хотите ее делать крылышки а ну хвост ручки ножки ввязаны в процессе вязания такой пузотинки голова тоже вывязывается из тела грива гребень соответственно тоже вяжется ну то есть присоединяется ниточка и вяжется в одну сторону в другую сторону то есть тоже она не пришивается вот дальше это первый дракошек и он был связан первым все равно его не видно и второй дракончик это вот такая девочка это же но я уже говорила по-моему неоднократно да что вот и от пряжи и от вязания зависит размер игрушки какие-то пропорции у игрушки вот они две одна и та же пряжи dolce baby то ли здесь слабее вязала то ли я не знаю как-то по-другому набила но вот тела в принципе у них приблизительно одинаковые там ножки ручки а вот голова может быть где-то чуть больше я никогда вижу естественно я вижу по мастер-классу но вот прибавки в голове я не считал как-то уже так на глаз может быть где-то сделала больше прибавок и вот голова получилась более такая круглая но дальше я буду показывать зайчиков там тоже отличаются немножко головы но там я уже считала вот эти прибавки так что я думаю что тут по большей части зависит мне кажется вот здесь послабее связанным голова и больше как-то набиты здесь потуже связано ну не знаю в общем вот вот такие они разные получаются здесь у меня не было dolce baby никаких других цветов кроме белого но белое на таком нежно-розовом все бы сливал поэтому здесь софте плюс мне кажется немножко грубовато возможно хочется наверное все таки нужно ну из одной пряжи либо гребен делать и крылышки все-таки из там хлопка полухлопка ну вот у меня был такой вариант мне уже хотелось просто закончить этот мастер-класс мне нужны были фотографии нужно было отснять поэтому ну вот уж из того что было дома я связал в принципе тоже очень такой милашный вариант здесь видите за счет того что пряжа толще вот такая вот разница тоже и в крылышках они побольше и гребень чуть ну как-то чуть-чуть такой пообъемнее вот хвостик здесь все то же самое вот такие два малыша два близняшечки двойняшечки вернее да мальчик и девочка мне кажется на подарок именно вот близнецам или просто брату и сестре такие два одинаковых ну похожих скажем так дракончика да и у розового дракоши ой куда показываю здесь тоже такие светло-розовые блестящие трапециевидные глазки тоже вышивка ноздрей ну все то же самое только единственная не стала делать этому дракоши нижнюю губу но чисто для того чтобы показать два варианта то есть вот так это будет смотреться без нижней губы и ну естественно это более простой вариант потому что все таки она довольно маленькая деталь я имею ввиду ее нужно аккуратненько пришить поэтому в общем то и без нее смотрится вполне себе мило вот кто спрашивал про размеры игрушек игрушки из dolce baby получаются вот ладошечные да то есть они у меня вот в ладошках я их могу держать где-то около 18 сантиметров но опять тут все зависит от вашей плотности вязания от вашей плотности набивки от того крючка которым вы пользуетесь я вижу dolce baby крючком 225 для кого-то это очень маленький очень тоненький крючок я пробовала но я заказала себе на пробу и крючок два с половиной потому что у меня его нет у меня следующие по моему уже три или три с половиной вот попробую вязать два с половиной посмотрю как это будет получаться но по мне все-таки dolce baby она тонковата для большего крючка но это опять же для моей вязки для моей плотности вязанием и так вот такие дракошеки готовые малыши готов мастер-класс стоимость мастер-класса 200 рублей по вот этим вот малышам так дальше дальше вот такая вот корзинка я хочу сначала их показать вместе в корзиночке вот так они выглядят это заказ в заказе вообще их пять штук но три зайчика вот такие молочные молочного цвета тоже пряжи dolce baby сейчас мы их рассмотрим по отдельности и два зайчика будут бежевого цвета тоже чуть попозже покажу бежевый цвет так зайчики вот тоже смотрите вот этот был первый зайчик и у него вот такая более округлая получилась голова такая вот мордашка 2 был вот этот зайчик голова немножко более вытянутой формы менее щекастые он она зайка но по телам они в принципе приблизительно одинаковые то есть вот что-то в голове в голове не так но я всегда и заказчиком и тем кто покупает мастер-классы в общем всегда говорю о том что и таких вот прям стопроцентно похожих игрушек не будет даже у одного мастера не получается все равно одинаковые игрушки потому что ну все зависит от от того в какое время хотя вот эти зайчики они все были связаны прямо друг за дружкой причем сначала я вообще вязала отдельно запчасти скажем тогда ручки-ножки потому что они ввязываются и уже потом все остальное так вот такие зайчатки и значит два из этих зайчиков будут в платьях сейчас я покажу как это будет выглядеть вот платьишко надеваем сиреневая зайка вернее зайка с сиреневым носиком и бантиком в сиреневом платье да и вот с розовым носиком будет в розовом платье а зайчик с голубым носиком будет мальчиком и будет в комбинезончике так здесь еще нет пуговичек они не пришиты но вот приблизительно вот так здесь естественно все потом нужно будет тоже все вот эти складочки все расправить в общем вот так как-то так будет выглядеть зайка в платьишке и таких будет у меня по моему три штучки то есть вот две молочных платье и две вот такого сейчас как раз из покупок покажу вот такого бежевого цвета будет две зайки тоже одна будет в платьишке а одна в комбинезоне так прежде чем приступить к показу покупок потому что из готовых работ это все я сейчас ставлю небольшой кусочек наших прогулок так и теперь переходим непосредственно к покупкам первое это была покупка пряжи сейчас наверное я вставлю фотографию какая она была вся вместе потому что но здесь видео я уже буду показывать не все что есть а теперь из того что скажем так осталось в целости это пряжа про который я тоже хочу с вами поделиться отзывом рассказать и похвалить наверное эту пряжу это воланс баня свитер ну наверное свитер свитер здесь 100 грамм 100 граммовые моточки и 160 метров 100 граммах она в принципе сейчас для сравнения меня здесь есть и дольче бэби вот дольче бэби это как раз молочный цвет из которого связаны зайки то есть здесь 50 грамм 85 метров здесь 100 грамм 160 метров то есть она ну скажем так чуть-чуть ну прям чуть чуть толще ну по метражу чем дольче но она и визуально на камеру не знаю насколько я смогу это показать вот но она ниточка по объемнее конечно и вот эту вот ниточку я собственно для нее заказывала все-таки больше крючок два с половиной потому что ее 225 крючочком ну вязать тяжеловато хотя игрушечки такие плотненькие получается у меня как раз тот предыдущий мятный дракончик которым я уже неоднократно показывал показывала в видео он связан из вот этой вот из такой пряжи но там тот свет непосредственно мятный он был прям такое очень сухой грубые жесткие из него было очень сложно вязать вот это вот она ну по крайней мере на ощупь помягче я пока не вязала естественно бежевый цвет у меня был 2 ма . но там на фотографии вы уже посмотрели это на за и как раз вот две зайки ну и чтобы мне еще что-то осталось бежевого цвета очень кстати красивый бежевый цвет у вообще изначально для заказа нужно было заказать dolce baby тоже есть бежевый цвет но его просто не было в наличии и мне честно говоря вот этот вот даже симпатичнее он какой-то бежево-пудровые что ли но красивый приятный очень цвет вот в этот цвет я просто влюбилась этом не знаю наверное фисташковый я так думаю хотя поправьте может быть он как-то по-другому называется и у вас какие другие ассоциации вызывает но по мне вот эти два цвета это просто идеальные цвета для драконов собственно для них я и взяла то есть это не для заказа это для наличия под драконов ну когда-то когда я освобожусь я думаю что я свяжу таких не розовых не голубых а именно классических таких зеленых драконов возможно даже буду сочетать гребни вязать вот так вот эти два цвета возможно и буду сочетать так что касается плюшевой пряжи из того что у меня здесь собой это все остальное говорю посмотрите на видео дальше видео то не видео на фото есть вот эта пряжа она там в пакетике я вам сейчас просто войну из пакета чтобы цвета были видны и лучше расскажу что и это за пряжи это как раз к вопросу о слинга бусах грызунках вот вот этих растяжек да и это ализе мисс пряжи стопроцентный хлопок здесь 50 грамм их 280 метров ну когда буду тогда не буду в этом видео наверное затрагивать эту тему какие еще аналоги есть какие есть аналоги у меня какие я пробовал и так далее просто что вот есть вот такая ниточка и она мне очень нравится в работе именно вот ализе мисс потому что есть другие аналоги которые мне нравятся больше она довольно приятная она довольно мягонькая и приятное вязание у меня это цвета выбирал выбирала заказчица это для бусин обвязывание бусин вот такие красивые нежные цвета ну приблизительно так они у вас и передаются так это для бусинок дальше из того что у меня опять же здесь под рукой вот этот вот цвет не помню то ли он у меня был до этого то ли тоже он был в этой посылке уже сейчас не помню вот еще такие цвета значит этот и это это газал бы бекатону тоже наверное всеми известная пряжа 40 процентов акрил 60 процентов хлопок приятная пряжа мне очень нравится 50 грамм 165 метров я но уже неоднократные в предыдущем видео говорил что это пряжа мне нравится больше чем джинс для вязания вот игрушек например или каких-то там не знают тех же платье а платье кстати платье по моим вот это вот пряжи вот она даже это более шелковистая а вот это и это это по моему газал джинс как раз вот они брались в заказчица так как выбирал да то есть вот так здесь из этого цвета будет комбинезон для зайки и из этого цвета будут обвязаны бусины чтобы это был набор и по-моему сейчас я уже не помню но какие-то какие-то розовые цвета вот так наверное тоже насколько я помню и еще где-то у меня значит я не принесла но в общем есть еще вот я или вот так надо вот так наверное вот так платится для зайки и бусинки вот это что касается покупки пряжи и маленькие покупочки с али я заказывала бантики из атласной ленточки значит вот такие большие но относительно большим и вот такие маленькие ну чтобы не делать самостоятельно вот это вот все эту мелочевку можно конечно наделать и самостоятельно такие бантики вот этот кстати бантик как раз маленький приклеен на дракошки вот так они выглядят в принципе мне понравились большие единственные вот не знаю но наверное для игрушечек для тех же заек которые связаны из обычного плюша не из тонкого вот потому что конечно для такого для таких маленьких они ну мне кажется великоваты хотя ну нет для маленьких они конечно большие а вот для больших заек ну смысле там из дольче из волонсбани то есть из такого классического плюша классического метража мне кажется что они будут неплохо смотреться здесь такие и цвета приятные и сделаны кстати они тоже довольно аккуратненько вот это все что касается покупок готовых работ мастер-классов вроде бы все что хотела рассказал будут какие-то вопросы обязательно пишите комментариям как всегда рада лайком тоже подписывайтесь кто не подписан для покупки готовых игрушек или покупки мастер-классов все ссылочки есть на вконтакте ссылки есть на главной странице в youtube наверху все всем отличные короткой рабочей недели сегодня 20 февраля всего три дня у нас рабочих потом выходные я надеюсь что следующее видео ну по крайней мере я буду очень стараться будет уже непосредственно связаны с слинга бусами возможно с какими-то кусочками там как каких-то мастер-классов если у вас есть какие-то вопросы на которые бы вы хотели чтобы я ответил или какие-то идеи предложения о том на какую тему снять следующее видео то пожалуйста пишите я учту все ваши пожелания отвечу на все вопросы на которые смогу ответить всем спасибо большое за внимание пока пока